Ее имя известно всему миру благодаря золотому голосу, которым ее одарила природа. А когда-то она была бедная каталонская швея, подрабатывающая продавщицей, но смогла не просто вырваться из липкого плена беспросветной нищеты, но и стать звездой мирового масштаба. Трудно поверить, что над той, кого сегодня именуют лучшим сопрано мира, когда-то смеялись и советовали даже забыть мечтать о сцене. Монсеррат Кабалье выросла в бедной и совсем простой семье. Мама и отец назвали девочку в честь священной вершины, бры святой Марии Монсеррат, где главной святыней является чудотворный образ Мадонны Монсеррат. Считалось, что девочка, нареченная таким именем, проживет долгую и счастливую жизнь, так как она будет находиться под покровительством Монсерратской Мадонны. Ей повезло, родители понимали, что без хорошего образования девочки не выкарабкаться из этой вечной бедности и старались дать ей возможность учиться. А еще ее с первых лет учили уважать себя и никогда не сидеть без дела. Не жди, что сами придут и сами все принесут, умей всего добиваться сама, работай и тогда не пропадешь. Уже в отрочестве Монсеррат работала то швей, то продавщицей, чтобы самостоятельно платить за уроки музыки, итальянского и французского. Детская мечта Монсеррат исполнилась, она стала певицей. А вот с личной жизнью никак не ладилась. Однажды она попала в жуткую аварию, получила серьезную травму головы, в которой пострадал участок мозга, отвечающий за жиросжигание. Врачи спасли девушку, но стройной она уже никогда не была. Было очень обидно при росте 161 сантиметра весить больше 100 килограммов, хотелось быть изящной, трогательной, нравиться мужчинам. После аварии певица годами сидела на строгой диете, но похудеть ей так не удалось. Был еще такой момент, который сильно подкосил ее веру в себя. Один итальянский импресаря, которому она предложила сотрудничать, рассмеялся прямо в лицо, ну куда тебе, толстухи? Найди у себя в Барселоне какого-нибудь парня попроще, пеки ему пироги, да и хватит с тебя. Но в своем голосе она не сомневалась и карьерные амбиции не оставила. Она также упорно продолжала трудиться. А что до любви? Ближе к 30 девушка стала думать, что все эти романтические истории не для нее. Она никого не любила, ее никто не любил, ну что ж, и без этого можно быть счастливой. Она еще не знала, что именно золотой голос скоро поможет ей встретить первого и того самого, единственного, мужчину всей жизни. А дело было так, в 1962 году 29-летняя Монсеррат смотрела на оперный спектакль, в котором пел знаменитый на всю Испанию Бернабе Марти. Жгучий красавец, молодой и амбициозный всего 34 года, он был настоящим мастером. Девушка пошла за кулисы выразить коллеге свое восхищение. Он выглядел таким вежливым и предупредительным, таким джентльменом. Предельно обходительным, но, к сожалению, бесконечно холодным. Я была страшно разочарована и подумала про себя, почему он не может быть хоть чуть-чуть более похож на того, кем был на сцене. Рассказывала певица. Так прошло несколько месяцев. Кабалье пела в «Мадам Баттерфляй» и Марти попросили заменить артиста, который исполнял одну из основных партий. Он не успел выучить свою партию. Кабалье, для которой такое в принципе было немыслимо, прикрывала губы японским веером и подсказывала ему слова. Спектакль был спасен, но Кабалье сильно возмутило, что Марти опять держался со своей странной холодностью. В любовной сцене они должны были поцеловаться, но Марти не сделал и шагу ей навстречу. Монсеррат тут же сказала об этом главному гримеру, непрофессионально себя ведет тенор, уж не съела бы она его. Понятно, что гример не удержался и проболтался. На следующем же спектакле Барнаби Монти страстно обнял Монсеррат и поцеловал так пылко и нескромно, что это явно выходило за рамки его роли. Я была безумно счастлива и яростна одновременно. В антракте я очень резко бросила ему, как вы могли так нескромно обращаться с леди на глазах у публики. Монти усмехнулся и самодовольно ответил, с леди нет, а с женщиной, которая говорит, что я слишком робкий, да. Певица злилась, была уязвлена, обескуражена, но уже тогда она понимала, что это мужчина ее жизни, а она не должна его потерять. Вскоре тенор начал вот эти мутные, хорошо знакомые, каждой девушке разговоры про свободные отношения, ты мне нравишься, ты мне очень нравишься, но я пока не готов ни к чему серьезному. Давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас не время, нужно лучше узнать друг друга. Мы же современные, свободные люди. Бернабе видел, что девушка по уши в него влюблена и не сомневался, что она согласится. Он был уверен, она в его власти. Но Монсеррат выслушала все это и резко ответила на языке своего родного бедного квартала Барселоны, так. Или мы женимся, или мы не встречаемся вообще. Ошеломленный Бернабе не нашел, что ответить и тут же перевел разговор на музыку. После этой встречи они расстались. Монсеррат знала, что больше они не встретятся. Возможно, она погорячилась, может, не надо было так круто заворачивать. На душе было темно и холодно, все время хотелось плакать. Но поступиться самоуважением она не могла. Прошло несколько месяцев, Бернабе позвонил, я просто хочу пожелать удачи перед выступлением. Потом позвонил еще раз. Мы можем увидеться. Зачем? Подумала Монсеррат и повесила трубку. Потом Бернабе пришел к ним домой и чуть ли не с порога сказал матери девушке, сеньора Кабалье, я простой человек и не знаю дипломатических тонкостей, поэтому без лишних слов хочу попросить руки вашей дочери. Неизвестно, кто больше опешил, Монсеррат или ее мама. Но помолвка была назначена в тот же день. Официальное предложение Бернабе Марти сделал очень красиво, они снова пели вместе пели «Мадам Баттерфляй», и он встал на одно колено и подарил Кабалье кольцо. Жениться решили в храме на вершине Монсеррат. По дороге невеста и ее мама попали под бурный ливень, их автомобильчик сломался, добирались на перекладных. Под венец будущая звезда мировой оперы шла в перепачканном платье и с мокрой прической. Но оказалось, что это было к счастью. Семья у Монсеррат получилась счастливая, полная любви и радости. У Бернабе и Монсеррат родилось двое детей, и их дочь тоже стала оперной певицей. Бернабе скоро оставил сцену, больное сердце больше не позволяло ему петь. Монсеррат звонила ему из любой точки мира, ей всегда так хотелось услышать голос любимого, что многозначные счета от телефонных компаний даже не огорчали. А мировой знаменитостью певица стала через год после того, как вышла замуж. Оперная прима Мэрилен Хорн внезапно заболела, и Монсеррат позвали заменить ее в американском Карнеги Холл. Она спела партию Лукреции Борджа, и публика оцепенела от услышанного, вскочила и устроила овации на 20 минут. Все ведущие газеты наутро писали, что Монсеррат – лучший сопрано мира. А где-то в Италии в досаде и бессильной ярости, и злобе, лил крокодили слезы и кусал кулачки тот самый импресарио, который когда-то ей отказал и обидел. Хотя, это уже никому не интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова